Дай почитать. Итак, Михаил Буков «Русская готика». Сборник рассказов о русской глубинке, хтоне и чудесах. События в большинстве случаев происходят на границе Мордовии и Нижегородской области. Действующие лица – самые обычные люди, в жизни которых происходят чудеса. Так, например, случилось с владельцем продуктового ларька Пашей Макарцовым. Его ларек был местом, где собирались последние сплетни, заключались сделки, назначались встречи, устраивались перекуры, соображения на троих, ссоры, скандалы, драки, признание в любви и окончательные бесповоротные разрывы. Да, Павел Макарцов – частный предприниматель. Сделался юродивым. Или случай с отцом Петром, приручившим настоящего крокодила. Всяка тварь создана Богом, и даже это. Или случай с продажным полицейским, двойником Брэда Питта. Но давайте, дорогие слушатели, не будем уходить в перечисления. Жизнь в маленьком городке – отражение жизни не только шумной столицы, но и всей вселенной. Автор настаивает, что все здесь правда, что даже сами имена он изменил совсем немного. И те прототипы, которые живы сейчас, смогут себя узнать. Ведь Михаил Боков провел большую часть жизни в описываемом маленьком городке. Кстати, «Русская готика» – третья книга автора, своеобразный разговор с читателем. Такая незабываемая смесь городских легенд, черного юмора, социальной сатиры. И все это оформлено в жанре городского фольклора. Рассказы проникнуты волшебством и русской меланхолией. И хотя читателю все кажется выдуманным, автор, как мы уже говорили, утверждает, что видел все это собственными глазами. Кстати, Михаил Боков – экс-автор «Коммерсанта», «Русского репортера» и других изданий. По мотивам его романа «Дед» снимается сериал. Итак, дорогие читатели, новый особый отечественный жанр «Русская готика» Михаила Бокова, 18+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!